Игра в Самаре ожидалась с тревогой. Оренбуржцы в матче со Спартаком сыграли практически без моментов. Крылышки напротив, в противостоянии с ЦСКА выглядели очень неплохо, и отчетная встреча поначалу не предполагала такого неожиданного развития событий. Хозяева первыми создали опасный момент. Угрозу от Чучаева отвел наш вратарь Евгений Фролов, которому было суждено стать главным героем матча. На 26-й минуте длинный навес Айволя справа четко поймал Андрей Козлов и наконец-то открыл счет своим мячам за Оренбург. Спустя 10 минут он же в своей штрафной подтолкнул игрока Крыльев, заработав таким образом отнюдь не бесспорной пенальти. Настало время Фролову демонстрировать чудеса в воротах. Сержан Мияйлович бил два раза подряд с точки и добивал, но переиграть нашего голкипера сербский легионер Самарцев так и не смог. А в ответной стремительной контратаке Оренбург увеличил счет. Усилие коллег завершил Сергей Бреев. В контратаках они сумели забить свои 59 голов. Опасно Козлов! В обыгрыш идет! Там еще есть третий темп даже! Но дальше дай мяч! Сам полез удар! Удар 2-0! Ого! Вот это игра! Окончательно добил хозяев Козлов. В добавленное к первому тайму время он оформил крупный счет 3-0 и вновь ударом головой. Вот это возвращение бомбардира. Реабилитируюсь сейчас. Зато травма была, получил травму тяжелую. Вот сейчас остановился, слава богу. Начал играть и вот так вот. Сейчас должен. Болельщикам, руководству, команде приходится отрабатывать. После перерыва гости, что неудивительно, постарались максимально засушить игру. Строго действовали в обороне, на последнем рубеже которой продолжал блестяще действовать Фролов. В итоге оренбуржцы сумели оставить без изменений прекрасные цифры на табло. 3-0. Грассмейстерская победа. Конечно, не ожидали, что так сложится первый тайм. И на заключенный момент как раз был, когда соперник не реализовал 1-2-й удар. И мы здесь уже наказали быстрые атаки, что и планировали использовать эти зоны. В принципе, первый пришел и второй. То, что планировали, получилось. В это воскресенье Оренбург проведет первый домашний матч сезона. Нашим соперником станет действующий чемпион страны – «Локомотив». Анатолий Юденич, Новости дня.